В этом видеоуроке я расскажу, как избавиться от депрессии самостоятельно. Как говорят опытные психологи, если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней, и тогда увидишь возможный выход, а то и тебя не один. Например, стресс, вызван семейной драмой, разводы или внезапным уходом супруга от семьи или жизни, такое мало кому удается пережить легко. Как лучше поступить, когда стресс не перерос в тяжелую депрессию? Не замыкайтесь в себе. Общайтесь с друзьями, с родными, сходите к психологу или психотерапевту, заводите новые знакомства. Словом, окружите себя людьми, которые готовы вам помочь. Подумайте о тех, которым в данной ситуации еще хуже. Меньше концентрируйтесь на собственных переживаниях и больше старайтесь помогать пережить стресс близким. Не переставайте следить за собой. Не давайте лишнего повода покинувшего вас супруга убедиться в том, что вам без него плохо. Порадуйте себя чем-нибудь. Посмотрите фильм, который хотели увидеть, да так и не собрались. Купите обновку, в которой раньше себе отказывали. Если возможности позволяют, то возьмите отпуск и съездите куда-нибудь отдохнуть. Взгляните на ситуацию с другой стороны. Пусть это будет жизненный урок, который вы пережили, усвоили и оставили в прошлом. Впереди вас ждет новая и интересная жизнь. Как ни странно, справиться с депрессией помогает физический труд. И дело не только в переключении внимания и отвлечении от своих переживаний. Любая мышечная активность способствует выбросу кров, гормонов счастья, эндорфинов, сходных по химическому строению с антидепрессантами. Поэтому в трудный жизненный период большую пользу вам принесет работа на приусадебном участке. К тому же это труд на благо семьи. Не случайно жители и сел намного реже страдают от депрессии, чем горожане. Благотворительность Концентрируйтесь на собственных переживаниях. Вы можете долго страдать и представлять себя самым несчастным человеком на свете. Но ведь есть и те, кому на самом деле хуже, чем вам. И они нуждаются в вашей помощи – это инвалиды, обитатели детских домов, умирающие в хосписах, бездомные животные и т.д. Оглянитесь вокруг. Возможно, рядом с вами живет одинокий сосед-пенсионер, Примите посильное участие в его жизни и жизни тех, кому вы можете помочь. Ваши невзгоды не покажутся вам такими уж тупиковыми. Помогая другим, поможете себе. Смена деятельности – очень хороший метод, чтобы избавиться от депрессии. Нередко депрессионное состояние вызывается затянувшимся стрессом, которому не видно конца и края, и вы ощущаете себя белкой в колесе у повседневной рутины. Например, в такой ситуации оказываются люди, работающиеся на нелюбимой работе, которая не приносит им ни морального, ни материального удовлетворения. Зачастую человек, оказавшись в таком положении, считает его безвыходным, смиряется с судьбой и боится сделать хоть что-то, чтобы изменить свою жизнь, из-за страха потерять то, что имеют. Но стоит ли тратить жизнь на нелюбимое дело, не имеющее никаких перспектив? Можно так и маяться постоянно, не замечая очевидных возможностей изменить что-либо в жизни. Хобби У вас есть хобби. К сожалению, многие отказывают себе в том, чтобы уделять время своему увлечению в угоде работе, например, или семье. А это, как ни странно, обедняет людей, лишает их одушины, прощает жизнь в безрадостную рутину. Нужна ли вам и вашей семье такая жертва? Задумайтесь. Может, стоит вернуться к тому, чему вы с радостью удивили время в былые времена? Искусство. Оно, как известно, имеет целительную силу. Поэтому не забывайте о музыке, театре, живописи, кино и литературе. Посещайте библиотеки, концертные залы, музеи. Искусство вдохнет в вас позитивную энергию. Для женщин, страдающих депрессией, обновления гардероба и посещения салона – лучшие лекарства. Просто бальзам на их истрадавшуюся душу. Не забывайте об этом. А также о том, насколько приятно делать подарки своим близким. Ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на полезный канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.